Яма-нияма. Я бы не сказала, что это первые шаги, они всегда должны присутствовать. То есть это определенный образ жизни вообще. И то, что они идут первыми, это указывает на их, мне кажется, на их значимость. То есть они очень важны, но о них не говорят по разным причинам. Некоторые просто не придают большого значения, а некоторые не говорят именно по причине слишком большого значения. В некоторых текстах йоги они вообще не описаны. В некоторых описаны, да, вот яма, яма, асана, пранаяма, то есть 8 частей, допустим. А в некоторых текстах 6 частей, то есть без этих двух. И если начать спрашивать в Индии, почему так, у представителей этой традиции, которые принадлежат к тексту, они объясняют это очень просто, что яма-нияма это что? Это предписание, ну, ограничение яма, и нияма это предписание. Так переводится. И они говорят, что их существует так много, что сложно их как-то изложить, потому что если ты изложишь, например, 5 ям и 5 неям, то люди прочитают и подумают, что только эти нужно соблюдать. Если там определенное ограничение может возникнуть. Каждый человек, он же индивидуален, и у него свой опыт, и исходя из своего опыта, и исходя из того, какой ученик к нему пришел, что у него там в жизни происходит, да, в какой они, там, стране, в какой среде они живут, он дает ему соответствующие какие-то наставления, то есть делает, советует, как делать, а как не делать. Поэтому предписаний может быть много, и более того, вот если эту тему развить про яму и не яму, я хочу сказать, для чего они нужны, то есть кто-то говорит, что это вот как заповеди, там, ну это все так, то есть какая-то моральная, этическая основа, но на самом деле они нужны не для этого, то есть они нужны для того, чтобы не было потери энергии, потому что вся йогическая практика, она бессмысленна, если вы энергию теряете, растрачиваете, не умеете сохранять, потому что чтобы был какой-то прогресс в йоге, то есть, ну как такой левелап, когда вы чувствуете, что вот как-то какой-то прорыв у вас произошел, я не говорю там о какой-то конечной санализации, но на пути к ней как бы существуют определенные очень такие субъективные уровни развития, когда вы чувствуете, что у вас там что-то раскрывается, что-то вы по-другому теперь думаете, то есть определенные изменения, заметные вот для вас лично, внутренние, иногда внешние. И вот такие изменения, они невозможны без определенного уровня энергии, без резерва какого-то, то есть, либо они будут очень, ну такие, в небольшом диапазоне. Есть митохара, это как бы умеренность в пище, да, ну вообще правильное питание, да, такое. Если вы много едите или едите какую-то неправильную пищу, какую-то тяжелую, несовместимую, то есть для вас неподходящую, то очень много энергии уходит на пищеварение, неприсвоение чужого, да, вот такое предписание. То есть это не только о том, что вы занимаетесь воровством в физическом плане. То есть даже когда вы присылаете какие-то заслуги себе, то есть... Плагиат. Ну, как плагиат, ну это такое случается очень часто. То есть кто-то сделал, а вы решили, что это вы такой молодец. Это может даже никак не выражаться внешне, но внутри вы уже себе присвоили результат. Хотя заслуга, может быть, была и не ваша. И это все как бы энергетически не очень верно. То есть вы нарушаете дисбаланс энергетический между внутренним и внешним, то есть между собой и внешней средой. Либо в одну, либо в другую сторону. И это не очень полезно для практики. Поэтому существуют такие предписания. Яма и не яма, они на разном уровне могут пониматься, в зависимости от уровня развития человека. И на более тонком уровне оно значит, что ты не... Ты понимаешь, что ничто не принадлежит тебе, и человеку ничто не может принадлежать в этом мире. Потому что мы не есть это тело, и мы, грубо говоря, в могилу ничего особо не можем унести. То есть неприятие дарова означает реализацию этого понимания, что даже когда тебе подносят какой-то дар, ты можешь его внешне принять, но внутри ты его не присваиваешь, не считая, что ты принял этот подарок. Потому что это всего лишь выражение другого человека, вот он хочет подарить тебе. Это его, ну, как, позыв такой от чистого сердца. Вот он хочет сделать тебе приятно. Ну, пусть там, не знаю, какое-то... Что-то там подарит, если он хочет это подарить. И это означает просто ровное отношение к этим вещам, потому что дарить могут все, что угодно. А могут вообще ничего не дарить. И ты не должен переживать, что тебе никто ничего не дарит. То есть это не дело йогина вообще об этом думать. Вещизм тоже забирает энергию. То есть каждая вещь, к которой ты привязан, которая имеет какое-то маленькое место в твоем сознании. Вот эта статуэтка такая, да, это вот такая. И все, что у тебя связано с тобой. Ты поставил себя этими вещами, и получается, что твое сознание, оно захламлено вот этим всем. Это сразу сложно почувствовать, но на деле оно создает какую-то определенную тяжесть и неповоротливость, что ли. Нет чистоты и нет ясности, где бы вот решения какие-то, озарения бы возникали. Только когда у человека, у него там, например, сгорает все его имущество, или он распродает, или переезжает, все оставил. Когда он от этого избавляется, только тогда он понимает, как было ему тяжело с этими вещами. Я такое много раз увидела. Люди, пока человек там живет, его очень сложно в этом, не то, чтобы убедить, но как-то вот он не понимает. Сложно это понять. Но когда ты от этого освободился, и ты почувствовал, насколько ты стал свободен, как-то внутри, да, и чисто стало, и хорошо, ты понимаешь, что это просто были те вещи, которые на самом деле у тебя внутри. Вот эти вот мелкие привязанности, их же не две там вещи, их там сто вещей. У тебя сколько у нас вещей сейчас? Очень много. И все это хранится у нас. И наше сознание, оно к этому, каждой такой штучке, оно вот немножко, кусочек сознания там остался, кусочек там. Когда мы пытаемся медитировать, например, или концентрироваться на чем-то, мы не можем собрать все свое сознание в этот предмет, в этот объект. У нас не получается нужная концентрация, чтобы был какой-то прогресс, потому что сознание, оно рассеяно по таким вот мелким вещам, по каким-то вот отношениям, о которых мы там думаем, то есть мы не можем отрешиться от них. Хотя отношения никуда не денутся там. Какие-то люди, они все равно останутся, но просто вот наши привязанности, они мешают нам в нужный момент, даже если мы хотим, они мешают нам сконцентрироваться или погрузиться куда-то. Знаете, бывают какие-то виды работ, которые очень здорово получаются, когда ты полностью сконцентрирован на них. Вот ты как бы... Можно даже заметить, что некоторые люди, у них есть это, они полностью отдаются какой-то задаче, очень быстро и хорошо ее делают. Ну, то есть, очень эффективно. А есть люди, их больше, чем таких, которые вот пытаются делать, но они то так задумаются, то как-то... Ну, в общем, рассеянность какая-то такая присутствует. Они не очень... Ну, не собранность, вот так можно выразить. И эффективность гораздо меньше. Вот эта вот концентрация, когда ты можешь все свое сознание, все свои вот эти внутренние резервы или силы собрать и направить на какую-то задачу, не обязательно это практика медитации или концентрации в йоге. Это может быть на работе где-то. Тебе нужно взять и что-то быстрое сделать. Ты можешь что-то все перебросить, все туда силы и получить быстрый и хороший результат. Но если только можешь. Отчасти такие вот изменения своего образа жизни в размышлении вообще над этими вещами. Куда ты тратишь свою энергию, свое сознание, куда оно идет. Наблюдение вот за этими процессами они могут в достаточной степени изменить вообще жизнь человека в плане, ну, в лучшую сторону. Более эффективно начнет действовать. То есть это тоже йога. То есть часть йогической дисциплины именно вот такой образ жизни. То есть нельзя сказать, что это именно какие-то ступени. Они всегда действуют. Ты практикуешь, живешь, и они твой образ жизни, оно определяет, будет твоя практика успешной или не будет. Будешь ли ты просто как белка в колесе, бессмысленно что-то делать. Либо ты будешь, сделал три каких-то упражнения и получил какую-то впал в глубокую медитацию самопроизвольную например или еще что-то изучил. Поэтому их необходимо изучать эти вещи. Ну как размышлять периодически над ними. Если вы занимаетесь йогой, то вы эти яму-не-яму прочитали один раз, потом через год вы еще раз открываете книжечку и поразмышлять над этими вопросами.